Аварийные дома в Нягоне идут под снос сразу после переселения людей в новую квартиру. Не стоят подолгу пустыми и не становятся источниками пожаров. В очередной раз на демонтаж двуэтажного строения потребовалось всего несколько дней. Планы на территории, которые освободились, большие. Сюжет Татьяны Герт. У дочек отдельная комната, у старшего сына собственный просторный кабинет. В себе родители выбрали помещение поменьше. Теперь есть большая кухня, где можно собраться за одним столом всем одновременно. Глава многодетной семьи Чупри на квартире не нарадуется. Виталий сам вырос, и трое его детей сделали первые шаги в брусовом доме, который признали аварийным пять лет назад. Холодно было. Детки маленькие. Постоянно были одеты, в шерстяных носках ходили. Мы еще не обустроились, только переехали недавно. Хорошо. И уже как центр города почти. Тепло, светло. Здесь планируется комната для гостей. Гостиная. Две кровати поставим, кто-то приезжает будет. Гости к нам на север, с дальних краев. В новой квартире гостей принимать не стыдно и безопасно. В аварийном доме супруги Майданенко устали бояться пожаров, весенних паводков и осенних дождей. Замерзали даже летом. Сравнений не может быть никакого. Деревяшка есть деревяшка. Здесь капитальный дом. Уютно, надежно, тепло, высоко, светло. Хорошо все. Участники программы переселения едва покинули свои квартиры, а аварийный дом сразу же пошел под бульдозер. По муниципальному контракту подрядчик должен разобрать строение, вывести строительный мусор за 30 дней. Рабочие поставили цель управиться за неделю. Освобожденный и выровненный участок земли долго пустовать не будет. Территории, которые высвобождены от аварийного жилья, в соответствии с генеральным планом, будут застроены новым жилищным строительством, жилищным фондом, будут построены новые скверы, парки. Мы делаем все возможное для того, чтобы ни один участок высвобожденной земли не пустовал и не оставался неухоженным. Щитовые брусовые дома – последствия исторического наследия. И строили на год-два в начале 80-х. Здания простояли не одно десятилетие. С 2017 года с карты Нягань исчезло 108 тысяч квадратных метров аварийного жилья, подлежащих под снос, признанных аварийными, в городе 186 домов. Переездов в комфортные квартиры ждут 2430 семей. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягань.